Санитарки бросают тень на Кузбасс В феврале месяце решено было главным врачом сократить 126 ставок санитаров и перевести их в уборщицы Группа санитарок небольшая, стала противодействовать этому, не стали подписывать этой бумаги И с фактами нарушения своих трудовых прав и прав пациентов обратились надзорные органы и в прокуратуру На что сразу было оказано давление Итак, я перечислю, какое же давление было оказано Итак, первое, это, конечно, администрация больницы во главе с главврачом Козловым То есть на санитарок вызывали по одному в кабинет, кричали на них там И как бы требовали подписать эти заявления, а также выйти из профсоюза действия Затем к ним присоединился мэр города, который тоже к себе вызывал этих санитарок А потом и приехал в больницу и в кабинете главврача Требовал то же самое, то есть подписать эти заявления и выйти из профсоюза действия Затем присоединились органы внутренних дел То есть непосредственно с дежурств этих санитарок стали забирать, увозить для допросов То есть вменяли им преступления, это несанкционированные акции на улицах Это захват кабинета главврача И о ужас разглашение истинных зарплат чиновников Затем на санитарах было оказано воздействие со стороны других капиталистов города Непосредственно брата, председателя первичной профсоюзной организации действия Агарковой Марины Вызывали к себе начальство энергетической компании Грозило увольнением, если сестра не подпишет все-таки заявление о переводе в уборщицы И не выйдет из профсоюза действия Также доброходы ходили к родителям Марины Агарковой И уговаривали, и намекали, что будет, если она не подпишет вот эти вот заявления Затем присоединилась, естественно, прокуратура и государственная инспекция труда Анжеры Суджинска Каким образом? Да просто все заявления, которые подавались в эти органы Оставлены без внимания То есть намекая на то, с кем конкретно находится прокуратура И государственная инспекция труда в Анжеры Суджинске Подключились, естественно, пресса Подключились также врачи из этой же больницы Ну, небольшое количество И вот они собрали аж пресс-конференцию Где сказали свое ФИ Но на этом я хочу остановиться поподробнее Почему хотелось остановиться именно на заявлении 20 врачей из Анжеры Суджинской больницы Потому что она настолько яркая и настолько лживая Что пройти просто не хватило сил Решение отказаться от санитара кажется правильным и вполне резонным На первый взгляд Но так как сложно найти работу То администрации больницы никого увольнять не стало Но немного работники потеряли в зарплате И вот в чем заключается ложь Но все же понимают, что их перевели с санитарок в уборщицы Только для того, чтобы именно вывести из категории медперсонала Тем самым вывести их из категории Кому по указам 2012 года президента Российской Федерации Надо повышать зарплаты И за счет этих денег, которые освободятся Повысить зарплаты другим сотрудникам Ну, либо сделать с этими деньгами что-то другое Но доктора, вот эти 20 человек, не стали молчать И начали говорить Первая забойщица у нас заведующая городским роддомом Марина Байгулова Марина Байгулова утверждает, что она стоит в стороне И в распри не влезает Но, Марина Байгулова, вы же пришли на радио Или радио пришло к вам И вы сейчас выступаете от лица администрации Осуществляя давление на этих санитарок Что это значит стоим в стороне? Второй момент два раза упоминается о миссии И миссия оказывается помогать Ну, Марина Байгулова Вы помогаете, нарушая законы, правила и нормы То есть вы считаете, что вы можете правильно помочь, нарушая законы, правила и нормы Какие законы, правила и нормы? Сейчас будет ясно и следующее рассмотрение С заявлений следующих товарищей Следующий вступает реаниматолог, анестезиолог Всеволод Московкин Который утверждает, что беременные женщины не больные И что остается только помыть площадь родильного дома И для этого нужны только уборщицы Уважаемый Всеволод Московкин Конечно же, беременные женщины не больные люди Но когда-нибудь вы слышали о таких болезнях Как ВИЧ-инфекция, гепатит, туберкулез И знаете, что на пути расстранения в больнице этих инфекций А также других внутрибольничных инфекций Встают как раз санитарки Которые не только моют А не осуществляют текущую дезинфекцию Они проводят генеральные уборки Они проводят заключительные дезинфекции Я надеюсь, что вы понимаете Чем одно отличается от другого Вот этими мероприятиями Они осуществляют тот так называемый Санитарно-эпидемиологический режим И вот Министерство труда Предоставляет нам такую вещь Как профессиональный стандарт Это Минтруд России Утвержденный приказом от 12.01.16 года Номер 2Н То есть свежий приказ Согласно профстандарту Младший медицинский персонал И в его функцию в санитарке Входит санитарное содержание палат Специализированных кабинетов Помещение материальных Перемещение материальных объектов И медицинских отходов Уход за телом умершего человека А младшей медицинской сестры Оказание медицинских услуг По уходу включающие в себя Профессиональный уход за пациентом Как вы видите Вот эту вот текущую дезинфекцию Генеральной уборки А также заключительную дезинфекцию Должен проводить оказывается Младший медицинский персонал И ничего тут про уборщика В этом профессиональном стандарте Не сказано Дальше выступает врач-травматолог Роман Янсен Роман Янсен работал санитаром И поэтому у него есть свое мнение Ни на что не ссылаясь Только на свое мнение Он сообщает, что раньше у него Работали в ночь две санитарки Сейчас осталась одна Но Энн считает, что это правильно Дальше он упоминает о такой вещи Как производственная необходимость Ну, скорее всего, не понимая О чем речь Итак, мы открываем Трудовой кодекс Российской Федерации И читаем Что при производственной необходимости Осуществляется в таких обстоятельствах Это природные и техногенные аварии Пожары и землетрясения Массовый голод Различные эпидемии Скажите, Роман Янсен Может, мы что-то не знаем Что творится в Анжеро-Суджинске Подразумеваются какие статьи Статья 101, 125, 113, 99, 72 Пункт 2 Трудового кодекса Российской Федерации Пояснение В приведенных нормативах Производственная необходимость Упоминается в связи с Возникновением срочной подребности В предупреждении катастрофы Необходимости устранить аварию Минимизировать разрушение Разрушительных последствий Природных катаклизмов Предотвращение ситуаций Которые могут привести К несчастным случаям И так далее Роман Янсен Скажите, пожалуйста У вас было пять по фармакологии? Или, может быть, ваше дежурство Всегда начинается именно вот так Доброе утро, мистер Хан С крайней ложью и лицемерием Выступила врач-невролог Галина Савельева Она утверждает, что в отделении Было восемь санитарок И четырем предложили Перейти в уборщики И вот никаких, правда, вопросов не было И девчонки спокойно написали Служебные записки И согласились У нас очень дружный коллектив И всегда приходим друг другу на помощь Ведь в деньгах уборщицей не теряют Но Галина Савельева Официальная версия, что все-таки Они теряют в деньгах Потом второй момент Понимаете, они уже сейчас потеряли А в дальнейшем им еще и не будут повышать В той мере, в которой должны были повысить Как это они не теряют в деньгах И потом, я не представляю, как это Вот восемь человек санитарок И четырем говорят А вот вы не самые санитарные А вот те четыре самые санитарные Поэтому это четыре будут санитарки А вы будете уборщики Уборщики Убирайтесь и убирайтесь А мы же дружный коллектив Вот вам две подушки В одну будете плакать А другую на батарее сушить Так что ли это происходило? Я не представляю, как человек Может согласиться на понижение всего И статуса, и зарплаты И все это прошло очень спокойно Потому что дружный коллектив Но круче всех выступает Заместитель, руководитель Медицинской организации Инна Яковлевна Которая в запале сообщает Что у нее персонал работает По 36 часов Так, государственная инспекция труда Человек на всю Россию Заявляет, что у нее персонал По 36 часов работает Мало того, что они наносят вред Своему здоровью Так они ненароком нанесут вред И пациентам Ну что это такое? Идите вон к тому доктору Видите, который засыпает Он уже 36-й час работает Он вам с глазом быстро поможет Что это такое? Арестовать их там всех И посадить? Я не знаю, что это... О чем речь? Или вот разряжает обстановку Некто хирург с многолетним опытом Ирина Синицына Она произносит Свои детские представления О функциях санитарки Говорит, что какие функции Выполняют санитарки? Они непосредственно Ухаживают за больным А уборщик моет пол, стены, Подоконники, тумбочки Дорогая Ирина Синицына Вот специально для вас Пояснение содержится В письме Министерства здравоохранения Российской Федерации От 7 февраля Аж 18 года То есть свежий документ Номер 16 Тире 3 10 2 Тире 705 Так вот в этом пояснении Конкретно вам поясняют Говорит Целое министерство Говорит Ирина Синицына Трудовая функция Уборщика служебных подмещений Должна содержать Исключительно Обязанности по уборке Запоминаем Вестибюли Коридоров Лестничных проемов И другие Предусмотренные Для данной профессии В тарифно-квалификационных Характеристиках По общетрослевым Профессиям Рабочих Утвержденных Постановлением Минтруда России От 10 ноября 1992 года Номер 31 И ваши вот эти вот Возмущения Что Наверное Эти люди хотят Себя противопоставить Коллективу Есть же законные методы Объявлять Голодовку Это не метод Дорогая Ирина Синицына Вот благодаря Вот Вот таким Как вы Которые стали За беззаконие На сторону администрации На сторону администрации Вот из-за таких Как вы Невозможно Ничего Ваша Манжера Суджинске Добиться Потому что У вас там Полнейшее Беззаконие И все Обращения Которые Все методы Данные Санитарки Уже использовали И бестолку Поэтому Им приходится Прибегать Голодовки И только Вмешательство Заместительно Прокурора Кемеровской Области Позволило Прекратить Эту Голодовку И начать Хоть какие-то Конструктивные Действия При рассмотрении Данного Дела Спасибо вам Лично Ирина Синицына И всем Этим 20 врачам Которые Проявили себя Как безграмотные Специалисты Сегодня В одном Из кабинетов Вот к чем Завершается Эта статья Ренеменционного Отделения Собралось Более 20 врачей Это были Молодые Доктора И те Кто несколько Десятков лет Работают В больнице У них Разные Взгляды На жизнь И подход К пациентам У каждого Свой Но Объединяет Врачей Одно Не одно Объединяет А много Чего Объединяет Объединяет Следующее Полная Правовая Безграмотность Лицемерие Ложь Ну и Все Что сопутствует Вот этому Всему Поэтому Доктора Отдельное Вам Вмешался Губернатор Кузбасса Он Выехал На место И поговорил Но Односторонне Поговорил Естественно Только с администрацией Но и администрация Ему напела В уши То что Он Соответственно Изложил У себя На странице Он Отмечает Что Больница В которой 106 Человек Находились На заработной Плате Младшего Медицинского Персонала Фактически Эту работу Не Выполняли Что Такое Младший Медицинский Персонал Спрашивает Он И сразу Отвечает Это Который Выполняет Работу Не только По уборке Помещения Он Должен Работать И ухаживать За тяжело Больными Людьми Уважаемый Губернатор Вас Вели В заблуждение И Прикрывают То беззаконие Которое Творится В больницах Больницы Это Режимные Объекты Режим Там Санитарно-эпидемиологический Как раз Санитарно-эпидемиологический Режим Не позволяет Распространиться Внутри Больничной Инфекции И его Надо Выполнять Вот эти Все нормы Правила Они написаны Не на пустом Месте То есть Как Техника Безопасности Написана Кровью Так и Санитарно-эпидемиологический Режим И все нормативы С ним Связанные С ним Они Написаны После Разбора Тяжелейших Внутри Больничных Инфекций Которые Были Неоднократны На территории Нашей И не только Нашей Страны Поэтому Главный Врач Больницы Которая Сказала Что у нас Все хорошо И санитарки Нам не Нужны И перевела Столько Людей В уборщицы Уже В дальнейшем Уже Выпустила Называется Это соглашение О доплате За увеличение Объема Труда Вот Где Требует Привести В соответствие Санитарными Нормами И приводится Санпин От Десятого Года Называемые Санитарно-эпидемиологические Требования К Организациям Осуществляющие Медицинскую Деятельность То есть Получается Что Уборщицам Сразу же Вменили Обязанности Санитарок Потому что Без Выполнения Этих функций Лицензия И выполнения По лицензии Лечебного Процесса Не получается Так что Товарищ Губернатор Вы прикрываете Беззаконие У вас В губернии Уже Недавно Совсем Полыхнул Пожар В котором Сгорели Дети Сейчас У вас Может При невыполнении Вот этих Всех Норм Инструкций Полухнуть Внутри Больничной Инфекции В том числе В роддоме Из которого Бастуют Санитарки Потому что Распространение Внутри Больничной Инфекции Для Новорожденных Это очень Большая Опасность Ну и конечно Я понимаю Что меня не Услышит Никакой Губернатор Кемеровской Области Поэтому Девчонки Из нашего Профсоюза Санитарки Кузбасса Меня просили Передать вам Заряд Стойкости От всего Северо-Запада Из Калининграда Петрозаводска Санкт-Петербурга Ленинградской Области Из Мурманской Области Мы с вами Мы не дадим Замолчать Это все В тиши Кабинетов Ну а врачи Которые Как мы видим Из этого ролика Страдают Социальным Шовинизмом Я прошу Пересмотреть Ту миссию Которая у вас Есть в голове Надо Исправляться А пока Пока Продолжение следует Продолжение следует...